JVG. Собственно, сегодня хочу посмотреть, что за игра Persona 3 Reload. Собственно, фишка в чем? То, что у этой игры достаточно большая фан-база, очень до хрена частей выпустили этой игры. Это своего рода как анимешная игра, и я не знаю почему, но Microsoft ее достаточно продвигает, при том, что она как бы и на центральном экране, то есть, ну, и прошлый раз, когда там выходило, там куча людей писало, о, там типа, вот она выйдет, классная игра, и я когда смотрел, скажем так, что там будут раздавать в геймпассе, то многие люди говорили, о, типа, Persona выходит, то есть еще за прошлую часть, то есть то, что, о, там типа шикарно, это типа классная игра, и вот ту часть я похерил, потому что, ну, не скажу, что мне как-то прикольно играть в аниме-игры, и вот выходит еще новая часть, и что самое интересное, прошлые части они убрали с геймпасса. Ну, и мне, я так сотрю, то есть их убрали, думаю, ну, посмотрим, что это такое, потому что, ну, в действительности просто тупо интересно. Сетевые функции включаем, этот параметр можно изменить, нахуя они вообще нужны, я что-то не могу понять. Это типа здесь, как Dark Souls, тебе кто-то прибежит, даст по голове, или как это работает, ну, я до конца не понимаю. Ну, в общем, сейчас посмотрим. Сделана она на Unreal, что самое интересное, то есть... Ну, в общем, посмотрим мультфильм. Уверен, где-то в комментариях Саша напишет, что опять я в анимешную хуйню играю. Ну, не знаю, игра достаточно популярная, то есть, в мире. Но о ней я услышал чисто вот в Xbox. Ну, все красочно, прикольно, я не знаю. Я надеюсь, эта музыка мне не прилетит от YouTube. Друзья, если вы здесь не слышите музыки, значит, собственно, с авторским правом проблема. Ну, это какой-то релод, это типа перезапуск, я так понимаю. То есть... Ну, я, честно, не скажу, вот как это надо вообще проходить, играть и так далее. Ну, в плане онтологии какой-то, то есть, какая первая часть, какая вторая. Напишите мне, на всякий случай, в комментариях, кто это проходил, кто жарит, потому что, если это понравится, возможно, я пройду все части. Я, конечно, сомневаюсь, что мне прям понравится, но... Во всяком случае, не может же куча людей просто ошибаться и на говно говорить что-то нормальное. Ну, сейчас посмотрим, собственно, я не знаю. Так, нажмите любую кнопку. Хорошо, нажимаем. Новая игра. А, кстати, давайте, что-что здесь, вибрация. Отключаем, конечно же. Музыка, эффекты. Ну, музыку давайте потише сделаем, не сомневаюсь, мне нужна музыка. Звук ролика включен, субтитры ролика включены, язык, озвучки, английский, японский, понятно. Вспоминание тактики, ну, блин, что это за херня, яркость экрана. Это вроде нормально, да? Ну, давайте немножко больше сделаем, потому что, как с резидентом было, то, что, ну, тупо я все вижу, я потом включаю ролик, а на ролике тупо нихрена не видно. То есть, ну, как с первой части, когда я за Леона проходил. То есть, я тогда, реально, когда пересматривал, я просто был в шоке. Так, выйти без... Нет. А как сохранить? Сохранить. Все, шикарно. Давайте. Давайте. Чем здесь... Для игроков, которые уходят, у нас хотят сосредоточиться на сюжете, ваша команда автоматически возрождается после поражения, выбор уровня сложности не влияет на сюжет, вы можете изменить сложность в любом моменте, кроме уровня беспощады. Будет легче, чем обычно. Я не знаю. Давайте возьмем эту херню. Я, честно, не... Я даже не знаю, что это за жанр. Вот, серьезно. Я просто вот увидел на центральной странице эту историю, и все. Я даже не смотрел объективно какие-то трейлеры, что-то такое. Я просто... Так, ладно. Время никого не ждет. Мы равны перед его течением, несущему жизнь, к ее финалу. Ты готов защищать даже проблеск будущего? У тебя есть один год. Ступай и проживи время, дарованное тебе даже время. Короче, друзья, не успел я это все дело прочесть, но я уверен, что вы можете поставить на паузу и дочитать. Смотрим кинчик. Ну, здесь, я так понимаю, кинчика много, потому что это, в свою роду, как по анимешному какому-то сценарию игра. Это, наверное, я. Ну, в всяком случае, он на центральной заставке, этот челик. Баба хочет застрелиться. Внимание, не палатки. Блин, я не успеваю это читать. Как-то быстро оно. Следующая остановка, станция Ивотодай. Друзья, я не уверен, что я буду успевать это все дело читать, потому что вы видите Ивотодай, станция Ивотодай. Это последний поезд до станции Токуми-порт-Айленда. Просим пассажиров не задерживать посадку. Ну, здесь достаточно супербыстро надо читать, и субтитры, на самом деле, маленькие. То есть, ну, я не знаю, возможно, я все не буду успевать читать, и если их будет прям супермного, то, наверное, друзья, кому интересен сюжет, собственно, читайте. Так, начинается что-то криповое. Зеленый свет. Прям некрополис. Ну, я не знаю, почему у меня так ассоциируется, наверное, от героев пяток. Вот что-то такое, это прям... Сейчас какие-то мертвецы будут. Не, ну, скажем так, игра, судя по всему, не детская. То есть, из того, что я вижу. Так, я здесь, вот это я, да? Я уже опаздываю, надо поторопиться. Так, журнал. Это левый стик. Заявись. Важный журнал. Так, хорошо. Ну, я ж нажал. Или здесь что-то еще надо. А, здесь типа перемотка вниз или что? Не, ну, стики не работают. А что дальше? Авто. И вот... Теперь я буду жить здесь. На здание должно быть чуть дальше. Ускорить. Так, я... Я не знаю, я что-то потерял или не потерял. Камера, блядь, реально Салон Хилл. Вот. Вопрос, почему камера не поворачивает? И как здесь поворачивать камеру? Так. Рывок. Это типа атак. Ага, все, я понял. Проверить. Но лучше не подходить, не хочу, мне что-нибудь оторвало. Так, хорошо. Меню. Блядь, как здесь навык. А что за навык? Ниху... Ни... Короче, ничего пока не работает. Давайте посмотрим, что здесь. Проверить. Кажется, отключилось электричество. Лифт. Ну, лифт, понятное дело. Так что, ни одна из кнопок не загорается. Видимо, лифт не работает. Хорошо, забор. Похожий. Тут идет строительство. Лучше туда не лезть. Ну, короче, здесь, я так смотрю, вообще тупо все предметы интерактивные. Я надеюсь, что это не какой-то квест. То есть, или что-то типа того. Ладно, давайте побежим. Ну, пока я вообще не понимаю, что мне делать. Так, перейти. Ага, здесь вот гроб стоит. Проверить. Это гроб. Нечто похожее на гроб. Прикольно. А зачем здесь гроб? Ну, я говорил, зеленый свет, это стабильно нежить. Ну, это уже канон такой, скажем так. Меня вообще поражает чувак, который невозмутимо идет по улицам. Вокруг гробы. Ну, я бы немножко напрягся, если честно. Вот и обши жития и вот и дарья. Что ж, зайдем. Друзья, напишите, напряглись бы вы, если бы вот так вот на станции вдруг вы идете, повсюду кровь, гробы и вся остальная история нездоровая. Так, давайте я зайду в чат, чтобы, собственно, возможно... Я не смотрел еще, кто-то подключился, не подключился, но... Добро пожаловать. Вот, чувак тоже невозмутимый, судя по всему, у него все окей. Так, 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 секунду, друзья. За задержку надо подключиться на Twitch. Вдруг люди что-то пишут, потому что такое бывает. Я, в принципе, обычно вначале сразу говорю. Никто ничего не пишет, потому что никто нихуя не смотрит. В принципе, неудивительно. Час ночи. Так, поехали. Добро пожаловать. Что-то он щелкнул и... Это типа он, по-вот, ассамливаться решил. Это контракт, чтобы продолжить подпиши. Не стоит бояться, там лишь сказано, что ты берешь на себя полную ответственность за свои действия. Я ничего не вижу. А что у меня вот появился? Это тут типа имя? Давайте имя. Давайте имя. Окей. Это типа по хитрожокому, да? И что? Так, и что? А что они от меня хотят? Введите свое имя. А это что? Это типа... Странно, если честно. Типа имя и фамилию. Твердить. Да, верно. Давайте изменим. Здесь еще добавим. Как я сейчас по-модному подписываюсь, чтобы потом не говорили, что здесь типа символа нельзя. Понятно. Такое бывает. Вот так. Тебе, блядь, стоп. А, ну типа что, е уже не, 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 не добавляет? Что-то не понял. Добавляет. Или там типа по символам ограничено. Да, там по символам. Ладно, будет вот так вот. Про твич мы забудем. Так, подтверждаем. Продолжить. Хорошо. Окей. Время никому не обижать. Она ведет всех нас к единому концу. Нет смысла затыкать уши и закрывать глаза. Итак, начнем. Я вот откровенно никогда не понимал. Да, вот. Кто там сейчас? Это баба, которая хотела застрелиться. Это, скорее, вопрос к тебе. Только не говори. А баба-то с пушкой. Я думала, что ты приедешь так поздно. Другая девушка. Одна девушка, другая девушка. Я Митсуру Кириджо. Я один из студентов, которые живут в стуле. Я Митсуру Кириджо. Я живу в этом общежитии вместе с остальными учениками. Кто это? Кто это? Новенькие его решили отправить сюда в самый последний момент. Скоро его переселили в твое общежитие для мальчиков. Можно тут находиться? Я думаю, мы увидим. Грозное. Это Юкари Токеба. Это Юкари Токеба. Когда она эта весна, перейдет во второй год старшей школы. Грозови меня Токеба. Вот это вот меня реально интересует. Зачем тебе пистолет? Это вроде хобби. То есть не совсем хобби, просто... Сам знаешь, какое время, а это для самозащиты. Разумеется, это не настоящий пистолет. Уже поздно твоя комната на втором этаже, в конце коридора. Вещи уже должны быть доставлены. Предлагаю отдохнуть на после дороги. Я покажу, куда идти, иди за мной. Короче, друзья. Ладно, сейчас нам дадут управление, я расскажу свою мысль. Вот твоя комната. Легко запомнить, идешь в самый конец коридора, и вот она. Как-то так, у тебя есть вопросы? Что там был за контракт? Что контракт? Ты о чем? Кажется, Юкари не понимает, о чем я говорю. Можно кое-что спросить, пока ты шел сюда, от станции, ничего странного не случалось? То есть... Не знаешь? Знаешь, с тобой все в порядке. Ну ладно, не забивай голову. Мне пора. Уверена, у тебя куча вопросов, но давай отложим на потом. Спокойной ночи. Короче, ребята. Вот, собственно, одна из причин, почему я не смотрю вообще аниме. То есть... Врать не буду. Раньше я смотрел старые вот эти Хелсинг, там... Кровь в три единства, что-то такое. Короче, короче, они были реально взрослыми персонажами и, ну, как бы, кровавые. Такие, ну, ты смотришь, как, типа, как фильм. Не знаю. Сейчас, вот, ну, тупо какие-то школьники, какие-то дети, какие-то херня, нет, какого-то серьезного сюжета. Ну, я не знаю. Вот, вот, уже, уже супер много лет, вот, я ничего не смотрю. Несмотря на то, что, когда был молод, да, скажем так, вот, ахера лет назад, да, то, ну, мне было это интересно. И скажу, что вся эта тема, не знаю, может, кому-то нравится, но в целом она, как на мое мнение, скатилась. Потому что, если посмотреть, что снимали раньше, вот, старые вот эти вот, там все достаточно жестоко. Ну, в принципе, это ты смотришь, как фактически рисованный фильм. То есть, а сейчас какие-то школьники, какие-то дети, что-то там, короче, все девственники, я не знаю, короче, какая-то херня. Ну, объективно говоря, вот, я как-то поймал себя на мысли, то, что, ну, там, тупо нехер сотреть. Ну, и так вот, моя, скажем так, карьера анимешника и закончилась. Так, хорошо, в комнате уже есть мебель и все необходимое. Снова хвалюсь, переложу вещи в шкаф и лягу спать пораньше. Кстати, хотел бы сказать то, что в действительности, вот, одно аниме, которое я смотрел, вот, ну, скажем так, относительно недавно, ну, я не помню, сколько лет назад, это One Punch Man. Вот, и все, в принципе, это за лет 10, наверное. Так, при сохранении система также сохраняет ваш прогресс, незадолго это сохранение, чтобы вернуться назад, во время, во время нажмите Y, чтобы открыть меню, затем система отмотать назад. Выберите желаемое сохранение, сохраненное данное из списка, нажмите в меню «Отмотать назад» и вернитесь в момент времени, прямо перед сохранением, где могли спокойно перемещаться. Обратите внимание, что функция «Отмотать назад» не сохраняет вашу начальную точку автоматически, используйте эту функцию и продолжайте сохранять группу необходимости. можете вновь ознакомиться уже с открытыми разделами обучения, для этого нажмите Y. Ну, короче, друзья, эту херню, я так понимаю, читать нет смысла так. Окей, система, обучение, словарь сохранить. Боже, как тут все... Вот. Отлично. Все. Ну, достаточно. Так, зеркало. Чувак говорит, что он выглядит усталым. Это холодильник у меня сейчас. Так, парта на столе. На чистой порядке. Я могу сосредоточиться. Буду заниматься. Стоит убрать вещи в шкаф. Так, проверить. Наверное, сегодня будет лечь... Нужно будет лечь спать пораньше. Но сначала уберу свои вещи. Нужно убрать свои вещи в шкаф. Шкаф. Так, доступ к DLC. А чтобы получить доступ к приобретенным DLC, загляните в шкаф в вашей комнате. Нужно убрать вещи. Все, убрали вещи. Все неплохо. Кровать, чтобы пропустить некоторое время. И сразу начать следующий день поспите на кровати. Хорошо. Завтра начнется в школе. Нужно лечь спать пораньше, чтобы быть готовым к первому дню в школе. У меня вообще, на самом деле, немножко не нравится камера. Так. А, здесь стоишь даже дни? 2009 год, обратите внимание. Тук-тук. Это баба, ты не спишь? Доброе утро, баба. Доброе утро, баба. Доброе утро. Хорошо спалось. Меня попросили проводить ее в школу. Ты готов идти? Давайте с бабой пойдем. Я не знаю, где школа. Отлично, тогда пошли. Вот так мы будем добираться до школы. На монорельсе. Здорово, да? Мне очень нравится проезжать здесь. Кажется, будто Париж над чем-то там. Кстати, наша остановка, конечная станция, она называется станциями Порт-Айленд. Слыхал о нем? Он искусственно, наша школа стоит прямо вот в центре. Посмотри, уже видно. Нихуя не видно. А вон там что-то видно. Утречка, утречка. Вот мы и пришли. Добро пожаловать в школу. Какого? Надеюсь, тебе тут понравится? Ну что-то типа того. О, всегда хотел в японской школе побывать. Полагаю, дальше я сам сдаюсь. Посмотрим. Сначала тебе стоит встретиться с классным руководителем. Учительская вон там слева. Там все узнаешь. На этом месте вопросы напоследок. В каком-то классе. Я не знаю. Пока не проверяла распределение по классу. Эй, насчет прошлой ночи. Не рассказывай никому о том, что видел. Ладно. Увидимся. Так, а здесь типа челики стоят, которые хотят... Перед доской объявляем, собирается толпа. Может, стоит посмотреть, прежде чем идти в учительскую. Давайте посмотрим. Так, вращайте камеру. Ага, чтобы выровнять центр камеры. На главном герое. Удерживайте, чтобы сфокусироваться на главном герое. Нажмите, чтобы повернуть стандартный обзор. Все. В принципе. Ага. То есть здесь вот так вот. Типа ты... А здесь ты типа фокусируйся. Привет. Всем не обязательно вывешивать списки учеников. Мы никогда не будем больше встречаться с одноклассниками после выпуска. Ты у нас говоришь. Так, а вот тебе классов, значит. И классная у нас... Короче, баба или мужик. Она, конечно, старше меня. Но я надеялся, что попадал каштожека. О, класс. У меня попался худший учитель всех времен. Так, окей. Давайте слушать. Я не вижу свое имя. Что же делать, что делать. Короче, проверить. Так, стоп. Это мы с череком говорим. Вывесили списки учеников. Мое имя приписано на маленьком клочке бумаги сбоку. Класс. ДВФ. Все отлично. Имя этой бабы рыжей тоже есть в списке. Похоже, мы будем учиться в одном классе. Все отлично. Теперь нам надо учительскую. Так, что здесь за херня? Каз, что ты делаешь? Почему ты делаешь череп? А ты делаешь спортивный костюм? В смысле, у нас тренировка после уроков, ты забыла? А до нее уроки, торжественная линейка перед ними. Для его класс переодеваться в нормальную форму. Ой, я даже только что. А ладно, я езду короче. Спрашивает, где висит на распределении по классам. Это, кстати, чувак будет, походу, в моем классе. Я в другом классе, поэтому присматривать за тобой не смогу. Все. Так, хорошо. Что здесь? Учительская, кажется, это туда. Вообще-то я тут новенькая, спросил кого-нибудь другого. Так что здесь... Чувак говорит, что его никто не уважает, что он наставник. Мы живем на одном свете дольше, но Мурияма и ее дружки проворачивают это в начале каждого триместра. Извините, что прерываю. Мне нужно вернуться к управлению магазином. Даже ты от меня отмахиваешься. Отлично, начало учебного года. Мои нервы уже не выдерживают. Ладно. Хочешь, чтобы я заказал больше твоих любимых булочек с кремом, мог бы просто попросить. Короче, хер пойми шо. Так, здесь у нас что? Слушай внимательно. Меня смущает этот чувак. Я, конечно, слышал, что там косплей, пиздец, но мне кажется, взрослый мужик в шлеме самурая, это уже слишком. Слушай внимательно, мужчина должен обладать долгой душой самурая. Наша школа воспитывает учеников дуг самураев, чтобы те могли трудиться на благо общества. Этот какой-то радужный, похоже, да? Хотел бы зажать свое сердце и познать суть великих самураев. Я это и хотел услышать, мой мальчик. Хоть ты изродом из чужой страны, тебе теплится дух самурая. Короче, такое. А это шо? Они шо? Под чем-то? Хорошо хоть, блядь, не в небо смотрят. Что такое бывает? Мужской туалет. Это мужской туалет. Давайте войдем, посмотрим, что там. В уголу. Короче, на всякий раз, куда вижу Сакуру в полном святое чувство, наконец-то наступила весна. Я как-то не думаю, на самом деле в туалете. Это женский туалет. Это типа из тех, которые туда войти не могут, понятно. Окей, баба, привет. Баба на библиотеку ищет. Баба говорит, что на карте должна быть где-то здесь. И спрашивает меня, где она. Так, хорошо, баба. Стоит пытаться выйти отсюда наружу. Так, здесь учительство. Похоже, кабинет охраны здоровья. Занятия здесь проводят. В любом случае, я должен поспешить на учительскую. Короче, то типа медпункт. Здесь это копировальный, интересно, учитель. Учительский. Раздают материалы. Тоже здесь печатают. В любом случае, я должен... Нихера себе, сколько у них в школе есть, блядь. Копировальная, блядь. Блядь, ну ладно, библиотека у меня в школе тоже была. Но у меня в библиотеке стоял... Не, у меня принтер был на первом этаже. Там типа мини-чпшечка была. И там все ксерили, что тебе надо. Ну или распечатывали. Похоже, это кабинет медсестры, короче. Ну, понятно. Учительская. Зайти. Ну, это, короче. Так, здесь все важны. Все изображают то, что что-то делают. Папа говорит, что я новенький. Второй год, верно. Ничего себе, это в стольких местах успел пожить. Посмотрим. Есть лет назад твои родители. Прости. Забегалась и не успела прочитать ранее. Я госпожа Торуми, учительница японского. Добро пожаловать в нашу школу. Приятно познакомиться. Вот это энтузиазм. Ты же знаешь, в какой-то классе тебя распределили. Это 2F. Я им руковожу. Сначала нам надо в актовый зал. Скоро начнется приветственная церемония. Пойдем, я покажу дорогу. Я не знаю, возможно... Так, впереди нас ждет новый учебный год. Я бы хотел напомнить вам замечательную поговорку. Если хочешь что-то сделать, сделай это хорошо. Ты учащица, это означает... Директор продолжает выступать. Я ведь пришел в Токебе в школу. Я видел вас вместе. Вы небось хорошо знакомы. Между вами что-то есть? Есть парень? Никто не в курсе. Не знаю. И нахер. Ты знаешь, видимо, нет, погоди. Насколько вы близки? Тебя это ебать не должно. Слышал такую поговорку? Кто-то болтает, кажется, кто-то из класса госпожа Турома. Раньше раннее утро после школы. И тебе, блядь, чувак, как жесть. Не смотри на меня так. Давайте спросим, что ему нужно. Не просто же он так пришел. Ой, да ладно, хоть представься. Дюнпэй, 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 короче, на дюнпэй. Меня перевели сюда на втором году средней школы. Быть новеньким не особо весело. Я уже знаю, вот решил поздороваться. Видишь, какой я хороший парень. Не думал, что мы снова окажемся в одном классе. Опять за старое, ведешь себя, будто каждый первый твой лучший друг. Постарайся, ему не надоедать, ладно. А что, я просто дружелюбный? Ну да, конечно. Точно, ты, кто бы мог подумать, что мы окажемся в одном классе. Наверное, это судьба. Что? Смелость на должном уровне? Я бы мог это сказать, будь у меня смелость на должном уровне. То есть, я какой-то еще и исцетливый, да, в итоге? Как это работает? Будь я упрямый, то сказал бы такое без задних мыслей. Конечно, кто бы мог подумать, что мы окажемся в одном классе. Не говори. Забавно, да. Чувак говорит то, что он тоже с нами. И не стоит его игнорировать. Кстати, меня тут терзает один вопрос. И говорят, что вы вместе пришли в школу. Выкладывай все, в чем соль. Со всеми грязными подробностями. Папа говорит, что он на что-то и намекает. Мы просто живем в одном общежитии, почему люди вечно додумывают лишнее? Неужели по школе уже по вызову длили слухи? Начинается. Ты же никому не говорил. А сам знаешь, в чем? А я никому не говорил. Это хорошо. Я серьезно никому не говорил, а прошлой ночи. Ладно. Это... Чувак, уже что-то додумал себе. Так, минуту, это не то, что ты думаешь. Слушай, а мы только вчера познакомились, а между нами совершенно ничего нет. Боже, мне пора. Нужно кое-что сделать для команды по срубе и звуку. И не смей распространять слухи. Не знаю, ну, я скажу так-то, что игруля в целом отдыхающая. Такая... Ну, читать, правда, дохуя приходится. Но в целом это как-то интерактивно. Но и такая разница все равно, их никто всерьез не воспринимает. У нее паранойя. Это первый день в новой школе, про тебя уже все говорят. Веришь или нет, но эта девочка довольно популярна. Тебе свезло. За веселый учебный год, чувак. Уже уходишь, можем вместе дойти до станции. Может, раз уж начали, проверим и вокруг школы. Обойду с тобой, если хочешь уйти, то двигай на главному ходу. Давай посмотрим, что здесь. Любой год в школе начинается трудно. Новые учителя, одноклассники. Так утомительно каждый раз начинать все заново. Ты кто такой? О, это ты к нам перевелся. Будешь вступать в клуб? Я все еще обдумывал. В любом случае, на клубы это ужасно. Нужно общаться, прислушиваться к менее других домов. В клубах с легкостью можно найти новых друзей. Просто хочу наслаждаться временем в школьной. В старшей школе, понимаешь? Ладно, чувак, окей. Ты что, заблудился в одной школе? Это второй этаж. Под нами учительская кабинета клубов и другие кабинеты для практических занятий. Если спустишься по одной из двух лестниц, попадешь к главному ходу. Так, что здесь? Эй, новинги, ты даже не представляешь, как тебе повезло в классе 2F. Полно красоток. Например, Такеба-сан. Короче, неплохо. Давайте с чуваком поговорим. Короче, чувак, говоришь, мне на этаж ниже. Я не знаю. Это достаточно интерактивно, я бы так сказал. Баба-привет. Он только что перевел сам. Да, чтобы ты знал, меня интересует только, короче, какой-то чувак. Она так потрясающе выглядела на приветственной церемонии. Так что здесь... Учебный год. Повод носиться по территории школы, стомян голову. Мне нужно навести здесь порядок, и я это сделаю. Как только вступлю какой-то комитет, короче, дисциплинарный. Короче, на какой-то стукач, наверное. Опять ты хмуришься. Кунь. Хоть что-то в этом мире остается неизменным. Короче, вечно недовольный пиздюк. Слышал он? Новенький будет учиться в классе 2F. Боже, если он окажется красавчиком, посмотрим. Да, вроде поселился в общежитии Иватадай. Там живет Такеба. Разве не странно, что второгодник меняет школу? Интересно, был ли он хулиганом? Так, окей. И что? Так, мы теперь, короче, тулим отсюда. Так, привет, добро пожаловать. Ой, прости, это привычка. Мы еще закрыты. Обустраиваем магазин. Если желаешь купить что-нибудь, приходи в следующий раз. Мы подготовим широкую линейку продуктов. А, кстати, обратите внимание, друзья, здесь есть карта. Короче. Баба, привет. Эти кабинеты используются только для проведения уроков, но и для деятельности клубов. Обычно здесь занимаются культурные клубы. Кажется, сейчас они принимают новичков. Так, давайте в какой-то культурный клуб вступим. Так, а что здесь? Кабинет музыки. Женский туалет. А, давайте же зайдем в женский туалет. Чувак, подожди, я думаю, тебе не устаю туда заходить. Что ты такой геморренный, а? Инструменты занимают так много места, мы пользуемся ими не так уж часто. То есть чувак мне сейчас экскурсию устроит. Домомодство. Другое. Кто тебе подсобит, верно? И что? Граешь на каком-нибудь инструменте, гитаре, что-то такое? Ну, аж мы разбираем. Разбогатели бы, если бы на уроках химии занимались алхимией. Здесь художественный клуб рисует всякую сяточку, но, может быть, попросить их нарисовать мое красивое дело. Короче, короче, какая-то херня. Я занят, нужно написать сообщение всем, с кем я познакомился. Короче, бухня какая-то, серьезно. Давайте возвращаться в общагу. Думаю, будет неплохо. Сейчас опять что-то криповое будет. А то валите сюда, да. Он, смотри, спортсмены. Кстати, ты не думал вступить в школьный клуб. Хотя дня нового участника придется подождать открытие заявок. Ты наиваторе выходишь. Общага, здорово, должна быть свободная, разгульная жизнь. А, кстати, ладно мне в ту сторону, до завтра. Я, кстати, когда учил за свое время в универе, тоже думал, что в общаге круто жить. Но на самом деле это не так. Не знаю, может я просто такой человек, которого напрягают люди вокруг. Ну, то есть, там что-то сосредоточится. И когда, допустим, у меня еще такая фишка, что я раньше профессионально занимался спортом. Но я не очень любил вообще людей, которые бухают. Ну, то есть, потому что я не пил. И жить в общаге с какими-то чуваками, которые бухают, это вообще пипец. Ну, я не знаю. Я так взволнован из-за начального учебного года. Но мне все равно. Новости последнее время странные. Недавно я даже видел здесь полицейских. Короче, какая-то история мутная. Ладно, идем сюда. Станция Ивангай. Блин, тут полно просто бессмысленных разговоров. Так, куда мне идти? Что ты хочешь? Что поесть, такояки? А вы что? Нам нельзя говорить с незнакомцами, простите. Эй, парень, здесь раньше не видела. Наши такояки, батюшки, оближешь. Что такое такояки? А это вроде на... Сейчас посмотрим. У меня есть догадки, что это такое? Попомниться, не успеешь. Как попросишь еще. Так. Перейти в другое место. Куда я могу перейти? Ориентироваться в пространстве, переходить между локациями. Хорошо. Хорошо. Вот мы и в общении. Боже, здесь повсюду маленькие девочки что-то хотят. Так, в торговом центре на станции Ивангай только на... Столько разных магазинов. Хочешь вкусно поесть? Короче, хорошо. Ну, разговоры ни о чем. Так, давайте... Вернуться в общежитие, да. Вечер. Возвращение Амбаба, говорит. Так, друзья, я вышел. Вижу, кто-то смотрит эту историю. Может, в чате. Так, мы общаемся. Собственно, начало второго. Никто никуда не пишет. Окей. Так, баба, очень рада моему возвращению. Пришел... Как прошел первый день в школе? Отлично пришел. Понятно. Что ж, на этой... Если тебе нужна помощь, не бойся обращаться к однопластикам. Прошу прощения, у тебя был долгий день. Так что, иди отдыхай, не буду больше задерживать. Так, давай с бабой говорим. Баба, привет. Спасно, начну выходить на улицу. Водинашку, пожалуйста, не гуляй по ночам. Кроме того, ты наверняка сегодня устал. Обязательно на выспись как следует. А давайте, кстати, на улицу ждем. А там же что-то криповое. Мы не можем позволить тебе выходить, когда темно. Извини, таковы правила. Хорошо, хорошо, баба. Какая ты заботливая. Так, привет, крошка. О, привет, что ты делаешь? Еще особенного ты. В общем, убирая номера. Ты, наверное, снова варишься после первого дня, ложись спать пораньше. Что мне все так спать хотят положить? Что? Ну, что, вообще жизнь такая веселая, да? Дверь плотно закрыта. В так смысле, блядь. Пожалуй, стоит выйти на улицу через главный вход. А, то есть здесь выход. Так, а здесь типа люди живут, да? А, женский туалет. Мужской туалет. Войти. Давайте посмотрим, что там. Ну, я не знаю, мне вот... А, все, понятное дело. Мне вот, на самом деле, кажется, что здесь вот что-то на что-то влияет. Я скажу честно. Ну, вот. Оставляйте личные вещи в гостининой. Не шумейте до позднего вечера. Соблюдайте правила обширителя. Короче, не знаю, друзья. Мне вот кажется, что здесь... Так, стоп. Я же на втором этаже правильно. А что, на третьем? Давайте на третьем пойдем. Здесь выйти шей, блядь. А, здесь то есть можно сейчас с мдп попиздеть. Я не знаю. Здесь все время, блядь, играет музыка. Мне кажется, что, друзья, это плохо кончится для ютуба. Так, это туалета. Нет, не будем как-то видеть. Сколько здесь этажей? Давайте. О, это уже типа финал. Пять этажей. Не открывайте. Если открыто, закроете. Прикольно. В любом случае, теперь мы знаем. Так, ладно. Идем домой. Вот это мой дом. Вот это мой дом. Так. Ну шо? Спать? Уверенный ученик. Что это за хуйня? Боже, блядь, это кто-то, блядь, переводил, или кто его так назвал? То, что говорят в газетах, а происходит счет пойми что. Знаю. У людей без кикливых синтонов вне саппо развивается синдром апатии. Все, только об этом и говорят. Считаю, что всего и виной стресс. Точно. Наверняка это они. Иначе я не бы стал тратить время. У тебя только на одно новом я справишься в одиночку? Не переживай. Я просто немного разомнося. Чувак. Ахимика это не игра. Короче, друзья, что-то там происходит нездоровое, но пока что мы, скажем так, неплохо себя ощущать. Так, опять школа, что ли? Слышу, кто-то разговаривает. Знаете, что находит слух про... Это же там было? Про туалет? Слышь. Помпорос. Да, вообще-то страшилка, а не слух. Ты про ту девочку со второго года? Она перестала ходить в школу, теперь сидит с вами днями пялись в стену. Всякий раз, когда мать пытается с ней заговорить, она отвечает одно и то же. Оно приближается, оно приближается. Так говорят, да уж. Уверена, все равно, что-то выдумка. В школе разлетелись пугающие слухи. Прозвенел первый звонок. Раннее утро. После обеда. Открывайте учебники, взглянем на первую поэму под авторством. Ладно, друзья, вы это сами прочитаете. Ох, ну почему он последнее время, он больше интересует работы, меня больше интересует работы тот и короче тот и он прославился не только своими потрясающими рассказами, но и как автор короче чего-то там. Не понимаю, почему всего этого нет в учебнике. Ладно, на следующий раз принесу сборник его сочинений. К слову о хайку. В этих сихах часто упоминаются сезоны, но порой сложно понять, какие миры. К примеру, может показаться, что слова сочные на побеге бамбука или острые плавники карпов символизируют весну, верно? Но по факту это связано с летом. Поэты сочиняют хайку, ориентируются на лунный календарь. Это несколько все запутывает. Эй, Иори, ты меня слушаешь? Ответь на вопрос, на какая из реплик символизирует лето, дождь цветов, таинственный мираж или пестрые плавники карпов. Так, в повседневной жизни вам придется выполнять действия, за которые отвечает один из следующих, очарование и смелость, эрудиция, социальные показатели повышаются на определенных действиях в городе, правильные ответы на уроках, не упускать возможность отучить навыки. Пловники карпов. Верно, стало быть, ты все-таки слушал. К слову, фраза «Таинственный мираж» и «Дождь цветов» символизирует весну. Миражи – природный феномен, с которым можно столкнуться с конца марта до начала июня. Дождь цветов означает весенние дожди в период, когда распускаются бутоны вишни, а не тощие цветов в прямом смысле. Запомните это, это следующая наша тема. Глава, ты насколько мне плевать. Двак, ты реально спас мою задницу. Ютуб кун. Запросто, но я подсказал ему ответ, должна быть у него хорошая память. Слышу, как шепчатся одноклассники. Становлюсь чуть популярен. Обаяние. Прикольно. Ну, я не знаю. Кстати, вот такой жанр. Я играю вообще впервые в своей жизни. И на самом деле это интересно. Не, аж как-то жаба давит, что остальные вот эти серии куда-то прохерились. в плане их их как называется. Microsoft убрал. Пошел покупать обед. Вечер. вернулся. Вот наш новый гость. Добрый вечер. Меня зовут Сюзи. Представитель света на твоей школе. И куцки. Сложно выговорить верно. Поэтому я не очень люблю представляться. Сам порой запинаюсь. Присаживайся. Он просит прощения за путаницу с проживанием. Боюсь, придется еще подождать, прежде чем мы сможем тебя переселить. Хотелись кинь-будь вопроса. Давайте это спросим. наверно это за усталостью я бы не продувал особого значения. Кои что что-то не так. Еще есть вопроса. Кто еще здесь живет? Живут только четыре ученика. Ты Такеба Кинзюки Кимикаса. Короче, я не помню блин, их всех что здесь делается. Чтобы поприветствовать тебя, конечно, это ведь не против. Кстати, так, чем окон ты случайно не видела. короче одного кудру один кун не видел другого суда. наверху. Усерно трудиться, как всегда. В общем, могла бы спуститься и поздороваться. Еще что-нибудь на вопросах нет. Отлично. Желаю тебе хорошим учебного года. А теперь прошу меня извинять. Наверное, ты устал над этих всех фамильярдности предлагаю лечь паранш. Говорится, кто рано встает, мол, бог знаний подает. Знаний понял. Учитесь. Неплохо завернул, да? Привыкнешь к его странным шуткам. Да, я тоже пойду к себе. Послушай, председатель, тебе стоит отдохнуть. Перевод в новую школу с непривычки выматывает. Спокойной ночи. Тут вообще все так интерактивно. Пришел в школу на Анипро. Да, пойду посплю у себя в комнате. Привет. как он? Недавно лег, сейчас уже крепко спит. Они прям вообще кем перед? Господин он приседатель, считаете он? Пока просто на продолженном наблюдении, чем на час вот наступит. , что ты говоришь? Я не могу оставить красивую девушку стоять в холодной вот так. Ммм, что ты думаешь, Майами? Я имею в виду, я не знаю. Но если мои родители обнаружили... Они не нужны знать. Просто укрепляйте текст, это будет хорошо. Да. Окей, давайте сделаем. Эээ... Вот дерьмо. Я серьезно? Я боялся. Да, правильно. Найная история, но... Это была Бэйсайд Роккерс. В нами была программа Бэйсрайт на Роккерс. Я ведущий Кэджа. На этом сегодня, ребята, услышимся с вами в следующей неделе. Вот в то же время... В то же время на этом месте. И спонсор данной программы... Короче, какой-то Электроникс. Мы делаем будущее ближе на местное время в 12 часов ночи. Сейчас что-то будет. Ну, в 12 часов ночи по-любому какая-то хуйня должна происходить. А? То есть, все эти челики, которые стояли, они стали гробами. Мужик, слушающий радио. Что это? Что это? Что это? Что это? Блин, какая-то крипотап. Что со мной происходит? Говорит... Говорит... А! Еще... А! Эти все смотрят для нас на чувака, который спит. Все еще спит. Темный час наступает каждый день ровно в полночь. Некоторые назовут его скрытым часом. В то время обычно человек превращается в гроб и не замечает происходящего вокруг. Ага! Так вот, что за херня происходит. То есть, темно... А они смотрят, стал ли я гробом. Значит, он... Видите, он сохранил человеческую форму, хоть он и спит, но определенно проживает темный час. Осталось выяснить одно, есть ли в нем потенциал. Хотя, если подумать, должен быть, иначе его бы уже сожрали. Странно. В любом случае, стоит еще пару дней за ним понаблюдать. Да, сэр. Я чувствую себя неправильно, что спит за него так. Мне неловко так за ним шпионить. То есть, они смотрят, как я там раздеваюсь, одеваюсь. Вот это вот все происходит. Так, а здесь что-то начинается веселое. Что это за челик такой прикольный? Добро пожаловать в бархатную комнату. Что-то... Какая-то БДСМ тема. Моя имя Игорь. Это Элизабет. Она здесь живет, как и я. Пожалуйста, познакомьтесь. Это место существует на границе сна и реальности, мысли и материи. Попасть сюда могут лишь те, кто подписал контракт. Это документ, который я подписал в общежитии. В этой минуте ты желанный гость в бархатной комнате. Бойте уготовано тащить на свою уникальную способность, и для этого тебе понадобится моя помощь. Взамен я прошу лишь одного. Следуй условиям контракта и возьми на себя полную ответственность за свои решения. Ничего не понимаю. Ничего страшного. Возьми. Бархатный ключ. До встречи. Это вот тот случай, друзья, когда вы не читаете то, что вы подписываете, а потом какой-то тролль говорит, что ты теперь в бархатной комнате, вот тебе ключ, и вообще непонятно, что с тобой там будут делать. Ну, странненько это. Ну ладно, мне приснился странный сон, пойду-ка я в школу. Окей. Сегодня совсем сонно и такие моменты лучше всего поспать во время урока. Прилив от линолина от того, что ты спишь прямо перед носом учителя делают с ним более яркими. Спи на урок. Ты думаешь так? Ну, это очень серьезно относится к учебе, но чтобы спать на уроке нужна настоящая внутренняя сила, смелость, понимаешь? Правда, я не слушаю, что говорит учитель, так что потом не сильно буду ждать проблемы. Но сегодня у нас классическая литература, ее ведет старый паршивец. То есть мне, если поспать, я получу силу, да? В общем, чувак говорит, что он будет преподавать классическую литературу. Мы познакомимся со старой доброй Японией, прочитав потрясающие повести «Здоровая правда». В наши дни многие полагают, что классическая литература устарела, но как же они заблуждаются? Эти ученики и учителя понятия не имеют, о чем говорят. Никто не разбирается в этой теме так, как стоило бы. Меня клонит сон. Закрыть ли глаза? Давайте закроем глаза. Привет, как жить хочешь? Заглянуть куда-нибудь по пути домой? Заглянуть куда? Не знаю, перекусить чего-нибудь. Точнее, ты же новенький здесь. Без проблем, я покажу. Сразу углом пошли. Это ТЦ на плавном. Короче, друзья, вы пришли. Мы наведаемся сюда всякий раз, когда тусим с ребятами из школы. Тут есть караоке, игровые автоматы и еще можно брать диски напрокат. В той стороне клуб. Самое, конечно, туда не ходил. Местечко выглядит так себе, но я не жалуюсь. Для начала заценим диски. Офига, я раньше это не видел. Я обязан попробовать, сейчас я покажу, что тут лучше хвататель. Чтоб тебя. Еще не повезло, чуваком. Я с пустыми руками не уйду, чуваком и гимня. Последний. Сбоку. Да, получилось или нет? Еще разок, всего один. Еще немного погулял. Короче, с этим челом в кепке и вернулся в общежитие. Ты превознялся, не хочу тебе указывать, но постараюсь обреть возвращаться пораньше. У тебя усталый вид, не сидела у кого, ладно. Карты и быстрые переходы. Открывайте карту текущего местоположения. Показывают быструю точку перехода. На экране выбора быстрых переходов можно открыть карту города. В некоторых ситуациях какие-то направления быстрых переходов и сама их возможность могут быть недоступны. Блин, реально, мне кажется, так прилетит за эту музыку. Но я постараюсь, надеясь, конечно, что ничего не будет, потому что вырезать это все, это полный пипец. Так, кажется, раньше в общежитии была работница, она говорила и прочее. Сейчас в ее руках учеников. Наверное, после нее осталась замечательная кухня, глупо ей не воспользоваться. Давай. Я думаю... Я не уверен, знаю, что там делать. Для Киридзио Сэмпай готовка слишком неизменное занятие, на кухне жалко, простаивает. Должно сказать, в эту туманную весеннюю ночь луна просто завораживает. Как бы то ни было, на заманчиво провести такую ночь в созерцании неба. Привет, у тебя лечь спать пораньше и отдохнуть, не волнуйся, полнолуние еще будет. Это странная херня вообще, если честно. Кухня выглядит просторно и удобно, но, похоже, в ВК не можем ей воспользоваться. Ультра странно, типа сегодня офигенная луна, я буду смотреть, там было бы классно на нее смотреть, но в итоге ложись спать пораньше. Так, окей, ладно. Давайте обмахуем окно открыть. Это термолизорегулятор, он включается, потому что во время лодокомпортная температура. Я в курсе, что я устал, посмотрю телек. Блин, чувак просто, блядь, сходил в школу и он уже устал. Я вспоминаю школьные годы, как что-то такое, когда ты, блин, там два часа от силы в четыре часа, там, я не знаю, свободен. То есть четыре часа, это еще, ну, когда там что-то поиграли, что-то такое. То есть футбол, там, после школы, ищешь в разную такую тему. Так, в среднем там два часа, то есть. Я вымотался, может, потому что я еще не привык к местной жизни. Кто-то был за старик из вчерашнего сна, что еще за контракт? Как он? Кажется, вымотался за день, упал на спать прямо в школьной форме. В остальном, в прошлой ночи ничего не изменилось. Очень интересно, даже люди с потенциалом по началу крайне нестабильны. Потеря памяти, дезориентация. Это объект особенный, ни одного из распространенных симптомов. Мы с ним общаемся, как с подопытным кроликом. Не стоит это так воспринимать, вы же в одном классе верно. Что это возможности заверовать кого-то на твоего возраста? К тому же, нам очень нужна помощь. Вы правы, но все равно. Командный пункт на связи. Акимико, что не так? Не поверите, эта тварь огромна. Увы, она сейчас гонится за мной. Я почти вернулся, предупреждаю заранее. Что это значит, что он приводит эту тварь? Приседатель, преседатель. Наблюдайте, придется. Наблюдение придется прервать. Нам нужно подготовиться к бою. Ах, правильно. Будьте осторожны. Ах, это не так быстро. них дано необычно это было вы издеваетесь датель отправляйтесь куманным пункт таким поднимись и разбуди его бегите через черный ход мы его остановим и сюда привел так что тебе с ними сражаться чувак размялся еще и прибежал на привел проблемы короче но не знаю это так так по-долбоебски вот это вот выебываться а потом на прибежать да кто знал что она будет такой нас турны такие большего лишь лишь беги до бегу уже встал какой все зерёк меня разбудил крохот надо посмотреть что там случилось просыпайся прости я захожу время не объяснять нужно убираться отсюда что происходит быстрее спускаемся идем через черный ход постой возьми на всякий случай что что взять на всякий случай она и жопа это достало короткий меч окей идем почему она решила что я умею пользоваться коротким мечом должна быть безопасность какела слышишь меня до прием будете осторожно враг пришел не один главная угроза ошивается где-то рядом что короче у нас явно первого назад баба говорит что нам делать входной двери может пока подняться наверх проще девочка какой-то супер тайной организации из которые там наблюдают за школьниками и я не знаю может они там порнушку пусть снимают вот этот дед извращение сон там за мальчиками смотрит и эти все тоже нужно найти безопасное место то есть ты в какой-то там организации которая справляется со всей этой нездоровой темой какой-то у вас чувак который ходит разминаться по ночам хорошая идея и ты мне говоришь что хер пойми что делать в этой ситуации что успокоиться все будет хорошо теперь главное выбраться и уцелеть так как куда мы выбрали выберемся теперь понятно нахуя там дверь сверху все знают и спал на все очень неожиданно обещаю все объяснило короче повод что это было хорошо здание час рухнет нахер и быть на крыше это не лучшая идея неожиданно проникнула приближается шевелись быстрее точно есть выход здесь идем надо по пожарной спускаться я заперла дверь так что мы безопасности почему она решила что дверь поможет из-за там целое здание грошит что заставочка начинается баба увидела луну и какая-то нездоровая шляпа не может быть ого такое и чувак маску держит или тут вот эта фантазия одна из этих тварей напала на тень баба стреляй она что застрелиться решила в такой момент у тебя херена идея как избавиться от проблем происходит неужели с ней сделают что-то такое чтобы лучше застрелиться чем драться с ним и это такое подождите сейчас мы посмотрим что ж как что шел он будет делать это школьник появился опять вот дадут в заковской форме ух ты сейчас начнется что-то весело сейчас я буду супергероем я всем ты ты и ты и если я я воплощение моря твоей души и повелитель струн короче все все те счетинга как-то выглядит он внушающее доверие как мы думали какая-то наркота стабильно говорит а там что-то орфей пошел поэтому по пизде как говорится в народе что-то более типовое появилось но этот уже чувак внушает доверие за что-то он тоже под какой-то темой что он стал этот или просто сейчас раздают до что ты орфей или или не орфей короче что за нездоровая штука пробужденная сила мне дали достижение друзья все закончилось какие-то нездоровые темы лезут и что и что делать делать с ними нет не подходи я должен ее защитить я не пойму эти тени оторвались от той другой так персона атака защита а что за персона типа я могу нормально то есть я просил как это все работает негодяй ну а давай он еще садов наручить 112 вы видели друг 112 он имел какой смысл здесь учат этого в этом меча а типа ему ну все пари больше нет ну все папа это сами ли хватит баба говорит а ты в порядке очнись ты меня слышишь скажи что-нибудь опять это на мягкая комната снова тебя видеть это потеряю сознание после этого пробудил свою силу вижу на твой зов ответил как интересно это было сила персоны воплощение от твоей душе сила персоны моей душе давайте про мою душу спросим на эту часть на личности которая появляется в ответ на внешние раздражители можно сказать это маска которая защищает тебя на перед лицом трудностей маска персона отражает силу души душа становится сильнее когда прочные связи обращаясь с остальными ты на степи она с форме общаясь с остальными ты постепенно сформируешь с ними социальные связи чем крепче социальные связи тем быстрее будут расти способности твоей персоной помни об этом но пока твои мере время продолжают отсчет не буду тебя задерживать наши следующие встречи ты на придешь сам до тех пор прощай короче пока что непонятно так окей мой разум объясняется я ощущаю что на рядом со мной кто-то есть проснулся как ты себя чувствуешь на идее богу наконец очнулся мэм на мемориальная под не цитациями это в двух шагах от станции речь сказал что-то полно прядки просто очень вымотан слушаем на прости меня от меня совсем не было прокурор по силу это не что что это были за тварь и именно с ними то сразу мы сражались а сила которую ты использовал мы называем ее персоной позже все тебе объясним извини что не сказала тебе раньше я хотел бы делать что еще сказать мы похоже ты и я папа умер когда я была ребенком с мамами надянутых отношениях ты вы тоже совсем один если честно я уже знал о твоем прошлом но это не очень справедливо поэтому поэтому но я себе тоже расскажу это было давно но недалеко отсюда произошел крупный взрыв полагаю что папа умер во время взрыва но никто не знает точно что произошло то время он работал в лаборатории корпорации кирид киридзио хочется верить им что если я на побуду здесь подольше то смогу что-то узнать поэтому я нахожу школу короче вот это вот была рядом когда с тобой это произошло толку от меня особо не было я запаниковала тоже впервые с ними столкнулась прости что тебе пришлось проходить через все это не будьте такой трассик и ты не виновата спасибо извини что на выливаю на тебя все лишь стоило тебе глаза открыть по каждого и думала сколько всего от него утаила как только он проснется расскажу ему правда спасибо что выслушал уже очень давно хотела поделиться с кем-то своей истории она я пойду перед тем передам остальным что-то очнулся врачи сказали что ты можешь вернуться домой когда придешь сознание увидимся с возвращения так рада что ты пришел вышел из больницы хочешь отдохнуть сейчас тебе нужно беречь себя не волнуйся с твоей комнаты все в порядке системка сохранить тоже друзья я надеюсь это было интересно спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте лайк жмите колокольчик всем пока